Давно мечтали и случилось. Медики детской республиканской клинической больницы не устают рассказывать обо всем новом, что появилось в учреждении, благодаря, казалось бы, строительству всего лишь перехода. Здесь его называют мини-корпусом. На первом этаже открылись дополнительные кабинеты для консультативной поликлиники. Раньше их было 12, а специалистов, принимающих детей со всей коми, 19. Некоторые единственные в республике. Три учебных класса для кафедры педиатрии. Здесь будут готовить студентов СГУ. А уже на втором этаже довольно вместительные помещения для реабилитации юных пациентов. Здесь возможность обучения. Также для детей младшего возраста, игровая, с различными стендами, с различными пособиями. То есть не просто занять ребёнка, а именно с какой-то положительной целью в плане развивающих занятий. У психоневрологического отделения своей игровой не было. Не было и кабинета психологической разгрузки. Причём как для детей с родителями, так и самого персонала. Кабинет вроде большой, и мы его смогли только зонировать. Пока, конечно, всё идёт ещё в процессе. В процессе и мебель ещё не вся. Но уже дети очень счастливы. И нам не очень удобно оказалось, что я могу под присмотром. Мамочка с ребёнком. Беседа с психологом – порой лучшее лекарство от расстройств, говорят мамы. О спокойствии родителей важно и для выздоровления детей. Мы здесь играть приходим, вообще разговариваем. Всё очень нравится, всё хорошо. Главное, что психоневрологическое отделение стало доступной средой. Здесь проходит диагностику, лечение, реабилитацию сотни детей в год. Самые трудные случаи со всей республики. До появления транспортного коридора на обследование пациентов носили на руках через первый этаж. Детки, страдающие в двигательном развитии, получили возможность прямого сообщения с другими структурами детской республиканской больницы. Физиолечение, рентген-диагностика, функциональная диагностика. Улучшилось сообщение по пищеблоку. И тут же в переходе теперь кабинеты физиотерапии. Никуда и ходить не надо. А главное, появилась возможность применять новые методы активной реабилитации. И в комплексе. Раньше были только разрозненные элементы. Вот кабинет биологической обратной связи. Аппарат МИО-200 с уже встроенными программами для разных заболеваний. Терапевтический эффект высокий, процедура приятная. Аппарат даёт 24 вида тока. Это тоже для нас очень актуально, потому что при разных заболеваниях разные виды токов обладают определенным лечебным воздействием. Вот девочка лежит со сколиозом. Мы воздействуем на мышцы, которые ослаблены у неё, для того, чтобы выровнять позиции позвоночника. Имитаторы ходьбы для детей. Первые в республике. Для восстановления при порезах, параличе, нижних конечностей. А здесь разгрузочные процедуры. Дети такие любят, говорят врачи. Специальная кровать-массажёр и кровоснабжение улучшает и мышцы расслабляет. Но и это ещё не всё. Есть и третий этаж. Это полноценный операционный блок со всеми этапами технологической подготовки. Здесь две операционные. И с начала января провели уже около ста операций. Операционный блок – это целый комплекс специально оборудованных помещений. Всё, как должно быть, по последним требованиям. Здесь женская половина. Вот здесь перееваются. Принимают душ. Надевают чистое бельё. У каждого своя полочка. И уже окончательно заходят в чистую зону. Семь хирургических отделений, пятнадцать профилей. А операционных в больнице было всего четыре. Порой создавалась даже очередь. Оно и понятно – четыре с половиной тысячи операций в год. Новые помещения для отделения челюстно-лицевой хирургии и самое современное оборудование, конечно, уже влияют на работу учреждения. Отделение челюстно-лицевой хирургии – это наиболее активное в хирургическом плане отделение. Почти до 80% у них хирургическая активность. В среднем за год они делают полторы тысячи операций. И, конечно, не имея своей собственной операционной, зачастую операции отменялись и так далее. Конечно, намного улучшилось оказание помощи. Строительство и оснащение перехода обошлось региону в 142 миллиона рублей. И еще 74 – аппарат МРТ. Это теперь отдельная гордость учреждения. Первый в республике – томограф для детей. Раньше приходилось направлять пациентов в другие города. Не имеет реализирующего излучения. Аппарат безвреден. Соответственно, это очень большой прорыв для диагностики. Это уже глубокое излучение. Глубокое оценка состояния здоровья. Новый и функциональный корпус, МРТ и другое оборудование – все это настоящий подарок к юбилею, говорят, в больнице. В ноябре 19-го учреждение отпраздновало 55. Возраст солидный. Такой же и подарок. И не только больнице, но и всем детям региона. Ольга Коняева, Артем Соколов, телеканал Юрган.